Администрация Трампа собирается снизить ограничения на использование ядерного оружия, а также заняться разработкой ядерной боеголовки малой мощности для ракет подводного пуска Трейден Д-5, пишет Гуардиан со ссылкой на бывшего чиновника, знакомого с последней редакцией проекта «Ядерные доктрины США». Бывший советник Барака Обамы по контролю над вооружениями и их нераспространению Джон Вульф стал заявил, что в проекте новой ядерной доктрины Пентагона предусматривается модификация этих ракет с целью сдерживания России и недопущения использования Москвой тактических боеголовок в рамках возможного конфликта в Восточной Европе. Новая ядерная политика носит гораздо более воинственный характер по сравнению с Эрой Обамой, когда Вашингтон пытался снизить роль ядерного оружия в обороне США. Сторонники контроля над вооружениями уже выразили обеспокоенность предложениям создать ядерное оружие, которое потенциально легче использовать, указывая на то, что оно только увеличивает вероятность ядерной войны. Особенно принимая во внимание непредсказуемость Дональда Трампа, готового потрясать американским арсеналом перед лицом противников Вашингтона. Проект ядерной доктрины также снижает ограничения на использование Америка ядерного арсенала. В частности, согласно документу, Пентагон не исключает его применение в случае обычного нападения, которое привело к массовым жертвам или которое было призвано уничтожить важные элементы инфраструктуры или пункты управления ядерными силами. По словам Вульф Стала, в документе говорится о том, что США начнут работу над повторным вводом в строй крылатых ракет подводного пуска в рамках ответа на новую российскую ракету наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД 1987 года. Кроме того, чиновник заметил, что предыдущие проекты ядерной доктрины были еще более агрессивными. Например, из последней редакции документа исчезли пункты о разработке ядерной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, а также вернулось положение о том, что США обязуются не применять против неядерных стран свой ядерный арсенал. «Мне кажется, что в этом документе отошли от тех крайностей, которые там были на раннем этапе. Там теперь нет таких ужасных вещей», — подчеркнул Вульф Стал. «Однако он все равно еще плох». По словам чиновника, составители документа пытались послать четкий и страшающий сигнал русским, северокорейцам и китайцам, который даст понять, что любая попытка Москвы или Пхеньяна применить ядерное оружие дорого им обойдется. Однако они переборщили, когда посчитали, что для убедительности США нужно разработать два новых типа ядерного оружия, — добавил он. Вульф Стал считает, что в модифицированной ракете нет абсолютно никакой необходимости, так как у США уже есть ядерное оружие малой мощности. Кроме того, чиновник добавил, что ставить подобные ракеты на подлодке класса «Колумбия» весьма глупо, так как в случае открытия огня судно моментально выдаст свою позицию. Разработка новой ядерной боеголовки малой мощности мотивируется тем, что, если возникнет любой конфликт России с НАТО, русские используют свое тактическое ядерное оружие на ранней стадии войны, чтобы компенсировать относительную слабость своих обычных вооруженных сил. Продолжение следует... Продолжение следует...